Кутнев. Буддалоизм. Первое издание. 2018 год. С благодарностью к жизни, которая преподносит опыт к родным и друзьям, вдохновившим на создание материалов, а также Ивану Балтикову за идею собрать материалы канала в эту книгу и поддержки при ее создании. Принесловие. 5 октября 2016 года. То, что долго копилось в моем сознании и подсознании, было решено отдавать в свободный доступ всем желающим. Имеющийся личный жизненный опыт, подчеркнутая информация из различных источников, и то, что было во мне, полагаю, с рождения, теперь здесь. Я долго выбирал название и остановился на внезапно пришедшем из ноосферы Буддаоизме. Это было спонтанно. Название вызывает удивление, однако оно имеет смысл. Изначально концепция, учение, философия, называйте как угодно, была синтезом понятий буддизма, психологические аспекты, даосизма, строения мира и иудаизма, быт и поведение. Однако, как и предполагалось, эта солянка прекрасно сочетается со множеством других концепций, не противореча, а дополняя их. К примеру, учение Кастаньеды «Сталкинг» без противоречий вписалось в Буддаоистическую философию. Я не знаю, станет ли Буддаоизм популярен, но я имею намерение продолжать начатое. И даже, если еще хотя бы один человек благодаря Буддаоизму станет более осознанным, я буду считать, что сделаю это все не зря. Нелегок путь с осознанной жизнью, но он стоит того. Всем добра. Ом. Как говорил Будда, наследный принц рода Шакья, который просветлился, поняв суть вещей, стал Буддой весь мир страданий. Его можно избежать максимально возможным способом – отказом от крайностей. Виртуальный дом Буддаоизма, где каждый желающий сможет задать вопрос или дать ответ. Всех приглашаем. Двери открыты. Что может представлять из себя храм Буддаоизма? Это определенно не здание и не сооружение. Буддаоисту не нужны здания в качестве храма. Храм Буддаоиста в нем самом. Центр его – четвертая чакра. Анахата – сердечной чакре. Йоги говорят, что в Анахате живет дух человека, его отвага и смелость. Да, действительно, требуется определенная смелость, чтобы разорвать поручный круг страстей и привязанностей, чтобы прийти в свой храм, храм своего сердца, и остаться в нем навсегда. А для того, чтобы поговорить, Буддаоисту с Буддаоистом есть дом Буддаоиста. Он есть там, где Буддаоист может его обозначить. Глава первая. Скажу сразу, что чем больше людей придут к осознанию, тем более интенсивно начнет меняться наша жизнь. Мы затронем самые разные темы. Мы обсудим их и сформируем. Наш принцип – взять самое лучшее и оставить худшее от других концепций, в частности, дао, философия буддизма, иудаизма, некоторых эзотерических концепций. Мы поговорим об абсолюте, о кашруте, о срединном пути. Самые разные темы, мысли на эти темы будут отражены здесь. Присоединяйтесь к каналу и делитесь ссылками на материалы с теми, кто тебе не безразличен. Ведь наш мир, как бумеранг, что посеешь, то и пожнешь. И как бы кто ни принимал закон кармы, о ней мы поговорим позже, он неотвратим, как вселенский алгоритм, который математически беспристрастен и не имеет препятствий на своем пути. Обуздание страстей необходимо для ухода от страданий. Переслано от Ивана Балтиков Мысль – это миг, слова – это увеличенные, искаженные тени от мыслей. Одна и та же мысль по-разному дает тень слов, ибо свет разума, озаряющий мысль, непостоянен и неравномерен, как фонарь, а подобен живому и подвижному огню. Множество проблем проистекает от крайностей. Когда чем-то сильно увлечен, то со временем погружаешься в них без остатка, увязаешь и с определенного момента уже не в состоянии выбраться. Увлечению лучше быть умеренным, не всепоглощающим, должны оставаться ресурсы, время, здоровье, нервы и так далее для чего-то другого. Того, что в совокупности составляет жизнь каждого из нас. Раздражающий фактор в момент ментальной слабости или слабого сознания действительности способен без контроля перерасти в гнев. И если подобное часто происходит, гнев начинает съедать разум, сначала отравляя жизнь гневающемуся, а затем и отражаясь на окружающих. Каждодневное наслаждение перестает быть наслаждением и приносит лишь страдания, обусловленное тягой к еще большему наслаждению. Богатство, опьянение, адреналиновый угар, что угодно приятное при систематическом проявлении теряет остроту. Ненавидя одного человека, находишь в нем характерные черты мерзавцев и начинаешь ненавидеть всех мерзавцев. Любя человека, ищешь в нем самое приятное и найдя, начинаешь искать это в других. Поэтому мы любим наших детей, ведь они отражение любимых нами людей и нас самих. Чрезмерная опека, гиперопека – это обратная сторона равнодушия. Это точно такая же крайность, только с другой стороны. Хобби, превращающийся в дело жизни, прекрасны, но когда оно превращается в работу, уже не так интересно. Печально, когда кроме хобби или работы в жизни ничего нет. Главная суть всех вышесказанных слов – необходимо следовать балансу. Не нужно быть терпевой, боясь испортить карму. Не нужно чуть что давать жесткий ответ. Мудрость – это где-то посередине, в адаптивном поведении, в проявлении сострадания, вежливости, но вместе с тем, не зашкаливающей добротой и альтруизмом. Да здравствует серединный гуманизм! Глава вторая. Общество потребления предлагает миллионы вариантов мечты, а настоящая мечта не из каталога. Враг общества потребления. Именно общество потребления диктует человеку смысл его грез, их форму и содержание. В самом обществе потребления как таковом вряд ли есть что-то плохое. Аскетизм – всего лишь одна форма существования, а потребление – механизм бытия. Другой разговор, что потребление должно быть разумным. Из навязывания перечня желаемого, множество образованных и интеллектуальных людей считают наивностью, а иногда и глупостью мечту настоящую. Но те, кто не побоится исследовать, имеют шанс ее исполнить, несмотря на все припуны и сомнения. Желаю всем исполнения своей мечты. Переслано от Ивана Балтика. Мы идем по жизни, как терминаторы, переводя окружающий мир из нейтрального неустойчивого состояния в устойчивое, либо в свет – добро, либо в тьму – зло. Но и эти понятия относительны. В другой точке зрения они могут поменять полярность. Но в любом случае, наша жизнь сдвигает, хоть на микрон, мир в одной из крайностей. Без этого невозможно существовать в Вселенной. Срединный путь – это некая область с допусками в обе стороны. Глава 3. Обычай разбивать посуду на счастье происходит из иудейской традиции. Согласно данной концепции, вся наша жизнь разделена на череду положительных и отрицательных событий. Окраска, само собой, субъективна. И вот, скажем, по закону жизни должно на 90 хороших событий произойти 10 плохих. Мудро рассудив, что незачем ждать, пока произойдет плохое событие, которое может быть расценено негативно, приближаем его сами, ритуально-символически разбивая, скажем, фужеры на свадьбе. Здесь важно, как завещал Будда, не переусердствовать. Битье сотни другой тарелок, заранее оплаченных в кафе, перегрузка, символическое несчастье, перерастает в эйфорический танец, который производит осколки фаянса. Но реальность от этого не изменится ровно по той же причине, по которой нельзя выспаться или надышаться впрок. Дело в том, что горизонт планирования у судьбы, у каждого, разный. 100 событий или 10 – это уже обусловленная статистикой кармы, свершившейся частью судьбы, динамика нашей настоящей и будущей жизни. Кто живет ровно, без всплесков падения в крайности у того отрезок планирования длиннее. Тот, кто постоянно из огня до полами, жизнь этого непредсказуемая. Медленно движущийся автомобиль может успеть свернуть, объехать яму. Мечащийся стремглав лихач имеет гораздо меньшую вероятность этого сделать, потому что одно и то же расстояние на быстрой скорости проедешь гораздо быстрее, чем на более медленной. Чтобы гонять, нужно уметь молниеносно реагировать, а это доступно далеко не многим. Осознанность за рулем эквивалентна жизненной. Желаю всем бодоистам не терять осознанность, чтобы идти серединным путем и успевать обещать препятствия. Если все очень хорошо, следует дать войти в свою жизнь и негативу. К примеру, эмпатии, жалости, в общем, рефлексии. Рефлексия – враг мага, но друг человека. Глава 4. Знаете, что такое визуализация? Спросил барон. Когда множество верующих начинает молиться какому-нибудь богу, он действительно возникает, причем именно в той форме, в которой его представляют. Я в курсе, сказал я. Но то же самое относится ко всему остальному. Мир, в котором мы живем, просто коллективная визуализация, делать которую нас обучают с рождения. Собственно говоря, это то единственное, что одно поколение передает другому. Когда достаточно количество людей видит эту степь, траву, и летний вечер, у нас появляется возможность видеть все это вместе с ними. Виктор Пелевин. Чапаев и пустота. Для того, чтобы наш мир существовал, нужна дуальность. Обычный человек мыслит в рамках двоичной логики. Хорошо – плохо. Быстро – медленно. Белое – черное. Цветное – черно-белое. Серое – не серое. И так далее. Сама материя построена на связи противоречий, знаки зарядов, электромагнитные колебания, шкалы температур и тому подобное. Ты читаешь этот текст на устройстве отображения персональной электронно-вычислительной машины, построенной на принципе двоичной логики. Ноль – пустота, единица – полнота. По всей видимости, двоичная логика – самое простое, что может быть реализована. Эволюцией, бионикой, микроэлектроникой – нечто высшим. Это не означает, что нет иного пути. Существуют, к примеру, вычислительные машины с троичной логикой, но их принципы значительно сложнее для реализации пониманий. Именно от принципа подобного мы отталкиваемся в наших рассуждениях. Человек способен мыслить шире рамок двух вариантов, и это есть мудрость. Это способность введения элементов системы, связей, событий и системы целиком. Не как набор признаков в голове, то плохое, а это хорошее и правильное, а системно, с причинно-следственными связями, которые составляют картину происходящего, существующего и переставшего существовать. Говоря простыми словами, слеп человек, который не видит причины своего текущего положения, глуп человек, видящий, но упорно отрицающий ее умен, тот, кто видит и принимает ее, мудр, тот, кто воздействует на причину дальнейших своих положений. Желаю всем буддалистам мудрости. Ом. Глава пятая. Не место красить человека, а человек место. Религии имеют массу святынь и святых мест. Миллионы людей стремятся посетить их. Иногда это желание становится целью жизни, даже главной целью, ибо же продиктована культом. Но буддалист не стремится к святыням. Для него свято место, где ему нравится, где его корни, где он видит свое будущее. И, по аналогии с пословицей, скажем, что не следует стремиться попасть в святые места. Лучше сделать святым место вокруг себя. Любовь к родине начинается с любви к камням, ледышащими под ногами. У каждого из нас есть историческая родина, место нашего рождения и роста. Может быть, местность, откуда происходит род. Но буддаист это зачастую космополит. Поэтому он может не иметь родины. Его родина, назовем ее второй, там, где его дом и где его род в данный момент. Желаю каждому буддаисту быть украшением каждого места, где удается побывать. Оммм. Переслано от Иван Балтиков. Вот есть одно дело, которое все живые существа делают по необходимости и по многу раз за день. Это избавление от ненужных продуктов жизнедеятельности. Нынче современному урбанистическому человеку сложно понять, что данный момент предназначен для единения с природой. Вот почему облегчиться на природе это совсем не то же самое, что сделать это в обычном туалете. А если еще это действие сделать с высоты птичьего полета, то возникает душевный подъем. Голова шестая. Все идет к тому, чтобы свести нас с ума. Но с осознанным человеком это не так просто сделать, как со спящим. Поэтому, друзья, не будем забывать об истинных ценностях нашего мира, наших семьях, искренней дружбе, человечности и, конечно же, живому, пусть и виртуальному общению. И не будем унывать, что это всегда можно успеть. Живем с надеждой на будущее, несмотря на происходящее. И да пребудет с нами сила и магия. Ом. Голова седьмая. За окном ветер и снежит. Пасмурно зима никак не возьмет свое, потому что осень не желает отдавать. При взгляде на ненасти из окна оно представляется чем-то серьезным, вызывающим острое чувство нежелания выходить на улицу. Но у природы нет плохой погоды. Всякая погода благодать. Особенно, когда никуда не надо выходить из дома, а можно взять чашку горячего черного цейонского чая или что-нибудь типа пряного юннайнского гиньха созерцать действие самого величественного механизма нашей матрицы живой матери природы. Конечно, ее буйство в виде катаклизмов это страшно, но средние силы холодный ветер, пусть даже пронизывающий, метущий в лицо колки и снежинки, вместе с мельчайшими частицами влажности, это прекрасно. Плохая погода тоже играет роль в нашей жизни, в нашем становлении, привнося некоторое осознание и закаляя физически. Главное при всем при этом не покалечиться. Пройтись полчасика по пустынным туманным проулкам в минус пятьдесят по Цельсию это нечто. Эти осущения достойны того, чтобы их испытать и не раз. Когда хорошо дома и хорошо за окном, хорошо целом. Всего хорошего. Ом. Глава восьмая Старые люди, особенно прошедшие ад, будь то война, голодомор, погромы, скитания, это образец того, кем можем стать мы сами. Никто не знает, что ему суждено будет пройти и что пережить. Поэтому старость, пусть даже альцгеймерную, маразматическую, может даже ослобленную, стоит попытаться понять хотя бы. Старики в нашем обществе точно это обделенные люди. Очень часто жалкие неимущие. Чем еще заняться старушкам подъезда, как не обсудить очередную проститутку? Это не от того, что старики выбирают, просто в их жизни больше ничего нет, кроме того, как посплетничать в очереди к врачу. Все мы там можем оказаться. Давайте терпимее относиться к старости чужой, чтобы наша была светлее. Глава девятое. Когда человек находится в состоянии досады, разочарования, предан, к примеру, с легкостью, можно его приручить утешив. Не стоит так поступать. Как известно, на чужом несчастье счастье не построят. Хотя изначально думается, что таки построишь, но эти умозаключения обманчивы. На что надеется женщина, встречающаяся с замужним мужчином, что он, будучи изменником своей супруги, будет верен ей, и потом она с ума станет сходить, ограждая своего мужчину от точно таких же навязчивых шлюх, или же униженной женщине поставить в нужный момент свое сильное причо, ранее безуспешно добывавшийся ее благосклонности мужчина. Нетрудно понять, что ничего стоящего здесь не будет, если нет его изначально. Поэтому буддаист никогда не использует момент уязвенности человека для того, чтобы заполучить его тело или разум. И каждый раз, прежде чем совершить нечто подобное, стоит поставить себя на место тех, кто уязвлен, и кто уязвил, а им свое место мысленно уступить им. Такой эксперимент решать в любом случае придется. Главное ли при этом осознать, вступаешь ли ты в честную игру, или на путь неправды. Перрисона от Иват Балтиков. Взрослый человек сам знает, что надо делать и делает, а ребенка надо просить это сделать. То есть ребенок может считаться взрослым, когда он сам научится ставить себе задачи и сам их будет реализовывать. Глава 10. Не надо чтобы было очень хорошо. После очень хорошо маятник качнется в другую сторону и будет очень плохо, причем по-настоящему. Как было сказано выше, для уравновешивания кармических потенциалов нужно совершить символический ритуал плохого события. Но лучше всего во всех своих устремлениях стараться идти по жизненному пути, слегка меняя курс, но сильно заранее, то есть заниматься стратегией. Опять же, чем более накатанный путь, тем сложнее столкнуть с него колесницу. Это та самая колея, из которой тем сложнее выбить и выбыть, чем она глубже. Жизнь так устроена, что за белой полосой может идти не белая, а наоборот. Бывает, что жизнь серая от начала до конца, где-то мерила успеха яркость и интенсивность, вспышек удовольствия и движения, а где-то спокойная рутина. Единственный признак правильного направления жить путаиста по возможности вне крайности. Пусть будет всего в меру, это делает нас людьми. Как говорил Кастаньеда устами Хуана Матеуса, у всех нас есть человеческая форма. Однако, встав на путь осознанного управления своей жизнью магический, следует быть готовым понимать перепереки судьбы несколько иначе, но это уже другая тема. Ом. Глава 11. Где заканчивается свободно личное и начинается персональное ограничение. Оставим в стороне морализаторство и лицемерное позерство. Буддаист не имеет дилеммы, насколько можно нарушить свободу другого в угоду своей. Наши намерения сталкиваются, образуя невидимую границу. И ровно там заканчивается своя свобода, где начинается свобода другого. Отсюда можно истолковывать ответы на сугубо практические вопросы. Например, помогать ли человеку, не просившему о помощи. Если намерение человека доподлинно известно, вмешиваться в его волю не стоит. Если же его намерение не направлено вне, то есть эвтаназия, аборта и тому подобное, это персональный безусловный выбор любого человека. Ом. Глава 12. О лечении дурных привычек. Как лечит тому, кто вспыльчив, говорят, вести себя так, чтобы, даже если его бьют и проклинают, ничего не чувствовал, должен вести себя так долгое время, пока не исчезнет вспыльчивость из его сердца. А если был гордецом, пусть ведет себя униженно и держится ниже всех и носит старые тряпки, унижающие надевающего их и тому подобное, пока не уничтожит свою гордыню. Затем пусть вернется к среднему пути, который является правильным. И когда вернется к среднему пути, пусть идет по нему все дни свои. Так же пусть поступает со всеми остальными качествами. Если был удален от одной крайности, удалит себя от другой крайности и ведет себя в соответствии с ней долгое время, пока не вернется к правильному пути, который является средним уровнем в каждом качестве. Рамбам Законы образа жизни. Глава 13. Учиться никогда не поздно. В юдеизме возраст 40 лет считается возрастом понимания. Возможно начать изучение что-либо даже с полного нуля. при этом уже возможно глубоко осмысливать материал. Прекрасные перспективы открываются перед человеком, а кто-то уже готов упустить руки в этом возрасте. Не нужно этого делать. Самое интересное только начинается. Ом. Глава 14. Любовь. Невозможно любить всех сразу. Пытаясь любить всех, распыляя свои чувства на всех, по сути не любишь никого. То же самое касается помощи. Если есть 10 купюр, невозможно разделить их между сотней людей. Невозможно вылечить пачкой таблеток целый город. Поэтому любите помогать целесообразнее в первую очередь тем, кто ближе. Сначала семье потом друзьям потом соседу затем уже семьяку и всем остальным. Это правило может показаться странным, но если задуматься и отбросить лицемерие, становится его рациональность. Ом. то же самое касается и уговоров обязательств. Не может быть нарушен уговор с семьей, друзьями и близкими, даже если это не деловая договоренность, а самое, что не на есть мелочь. Следует отдавать себе отчет в момент заключения договора, что он не может быть нарушен ни при каких обстоятельствах, а если может, то условия должны быть оговорены до факта договоренности, кроме само собой воздействия непреодолимой силы. Деловые соглашения должны соблюдаться неукоснительно между всеми буддалуистами. Это касается в особенности оплаты чего-либо или труда вовремя и в полном объеме. Буддаистическая деловая этика исключает обман. В противном случае идет потеря репутации навсегда. Ом. Храни вас Вселенная. Голова 15. Буддаизм философия личной ответственности перед собой и окружающими. Высшая сила мы сами, потому что мы ее часть. Нет никого и ничего что решает за нас, что нам делать. Таше если свобода выбора резко ограничена чужой волей, все что остается все равно на собственной совести. И чем больше человек следует по пути буддаизма, тем меньше в нем остается инфантильности, потому что рано или поздно буддаист отвергает любой патернализм. Опека в обмен на бесправность осознает себя ответственным сначала за собственную жизнь, а затем за жизнь целом. И так мы становимся магами. Ом. Глава 16. Мисвак Сальвадора Персидская Великолепное средство ухода за полостью рта. Из всех опробованных за несколько лет аюведических паст с мисваком пользуюсь в основном добур мисвак. Версию для Российской Федерации много эссенции бодьяна, приторное, много экстракта Палочки мисвака аж не имеет во рту, можно купить в индийских лавках. Версию для арабского мира, менее ароматную, менее деликатную, с большой абразивностью, менее приедающуюся в магазинах халяль. Впервые открыл пасту Хербал от фирмы Майора Навит. Меловая, натуральная и сверхабразивная. Если кому интересно, спрашивайте о мисваке в доме буддаист. Ссылка на него находится в инфо этого канала. Отзыв о Майора Аюр плюс Хербал Мисвак паста с нежным белого мятным вкусом. Мисвака там тоже в аюведической дозе, поэтому прекрасно для чистки ротовой полости перед едой. После еды все же лучше пользоваться пастой Дабур Мисвак. То есть, по моему мнению, с утра лучше прополоскать рот чистой водой, как следует, сразу после подъема. Затем выпить стакан холодной воды, лучше со свежим лимонным соком в разумном для себя количестве. Затем есть, затем чистить зубы. А вот вечером лучше почистить зубы и до, и после еды. Поэтому совсем замечательно иметь две пасты. Не обязательно оба Мисвак, Сальвадора Персидская. Можно Нем, Азадихарта, Индийская Маргоза. Или Тусси, Базилик Священный. Одна из этих паст предполагается стопроцентно еюведической. Вторая фирмы Дабур. Да предбудет с каждым буддаистом сила и воля. Глава 17. Здравствуйте. Я предпочитаю здороваться со знакомыми и незнакомыми людьми. Желаем им здоровья. Здравствуйте. Не холодно официальным добрый день. Непровадно по небратским хай. Недержурным здрасте. Можно еще сказать шалом самым близким и уж совсем неофициально. Привет для более широкого круга. Для остальных случаев здравствуйте. Чем больше желаешь здоровья, тем больше его у самого себя. Чем больше желаешь, тем больше получаешь. В этом легко убедиться. Будьте здоровы. Ом. Глава 18. Деньги – это энергии, это потоки, конденсат, информация. Признает ли кто-нибудь это, считает ли это абсурдом, но этот поток сдерживает лишь та плотина, которую этот некто построил между энергиями и своими внутренними страхами и неуверенностью. И поток не будет пытаться проломить, потому что за плотиной пропасть. Управление плотиной – непростая задача. Больше открываем, больше попадает в водопад. Резко откроем, смоет. Плавно откроем, воды не дождемся. Больше внимания к деньгам, больше денег. Больше обязанностей и ответственности, больше внимания. И наоборот, больше денег, больше ответственности и обязанностей по отношению к ним. Внезапно свалившийся миллион может привести к летальному исходу того, кто к этому не готов. Не готов к ответственности за этот миллион. Сотни личностных тренеров и психологов-коучей обещают богатство каждому, кто только этого пожелает. Но в действительности. Бедных много, богатых мало. Если все так просто, почему так? Неразрешимый вопрос. Сколько нужно денег для счастья? Имеет простой ответ. Сколько сможешь унести, не растеряв чего-либо другого? К тому же в деньгах, как таковых, нет счастья. Нет счастья в касании к проводу с напряжением 220 вольт. Но сколько счастья может принести симфония, прослушанная на проигрывателе, который подключен к сети переменного тока? Обретая достаток, желаешь богатства. Обретая богатство, автоматически не обретаешь счастья. Это всего лишь возможность выбора, сунуть гвоздь в розетку или включить симфонию. По аналогии с пословицей, не место красить человека, а человек место. Буддаист понимает, не деньги делают человека, а человек деньги. Денег нужно ровно столько, чтобы о них не думать все свои 24 часа в сут. Когда их мало, в состоянии бодрствования, а когда много, во сне. Нужно столько, чтобы осознавать их суть, а именно энергию, способную совершить некую работу. За каждого. Поэтому стоит отчетливо осознавать свои реальные потребности и, сопоставляя их с реальными возможностями, принимать все финансовые жизненные решения. Как такового выбора между деньгами и деньгами не существует. Неутолимая жажда денег и их отрицания – это явление одного порядка – крайность. И жизнь буддаиста всегда подвешена между энергиями, включая энергию денег. Поэтому буддаизм к деньгам относится трепетно и уважительно, не соряя ими ради эго, но и не алча их. Деньги, как энергия, приходят к нам только тогда, когда мы сами создаем для этого хороший повод. Отдавая деньги, не следует на этом концентрироваться, достаточно помнить о тратах. Однако, лучше каждый раз отметить щелчком осознанного внимания моменты, когда деньги приходят в руки. Это может быть хоть слово, хоть движение. Очень полезный навык, магический и психологический. Бояться отдавать деньги не надо. Это однозначно. Имея готовность отдать энергию, облетаешь готовность ее принять. Важно понимать. У каждого потребность разная. Тут стоит прислушаться к ощущению комфорта и понимать баланс. Если кто-то зависим от тебя, то следует искать общую зону комфорта и быть очень осторожным, призывом выйти из этой зоны. Семь раз стоит взвесить это решение, не меньше. Риск – дело благородное, когда ты сам по себе и отвечаешь только за себя и свой комфорт. Когда ты не только за себя. Правильнее быть рациональным и прозорливым, нежели благородным. Стержень или ядрё личности формируется из прозорливости, стремления к балансу, принятия ответственности за собственные решения. Потеря инфантильности. Желаю всем нам обретать и обрести в конце концов себя, свой стержень. И в обретении себя не потерять ни единой частички своей вселенной. Ом. Голова 19. 8 декабря каждого года буддаисты отмечают день хвалы дома. В этот день буддаист осознаёт, где, как и с кем он живёт. И от этого осознания он или она испытывает радость и думает о доме только в позитивном ключе. Если для этого требуется ритуал, каждый может создать его сам для себя или заимствовать у ближнего. Шалом сургут. Намасте шостка. Голова 20. Закон равновесия, гласящий, что всё в мире стремится к устойчивому положению, можно трактовать как стремление человека отдавать столько же, сколько получаешь, и получать столько же, сколько отдаёшь. Голова 21. Пришло время затронуть тему еды, в частности мяса. Есть мясо или не есть, решает каждому. Стоит уяснить. Следующий момент. Кармически поедание мяса не только плохо, как его продажа, распространение и убийство животных. Разделка или поедание ещё живого животного. Резники в иудаизме называются шохет. Производящие забой животного должны делать это как можно гуманнее. Существуют религиозные гиетарные законы. В исламе это халял, в иудаизме – кашрут. Последний существенно строже, чем первый. У христиан нет подобной системы. Как и на юго-востоке, все подробные системы размыты и условны. В Индии запрещено есть коров, к примеру, ибо корова – символ женского начала творения. Буддаизм свободен во всём. Буддаизм не имеет заповедей и понятия греха, потому что не нужны. Только осознание принципа воздаяния карма и ничего более. Но всё-таки правила жизни необходимы, чтобы не погрузиться в неуправляемый хаос. Итак, мясо. Во-первых, свинью всё-таки есть не стоит. Можно долго спорить о запретах её поведения в религиях Ближнего Востока, диетического аспекта или вести разговор о паразитах, её вкусе и прочем подобном. Но с чём не поспоришь, что генетически и физиологически свинья очень близка Homo sapiens, что даёт повод для размышлений и неприятные выводы. А ещё свинина тяжела сама по себе. Это очень жирное мясо, которое очень легко готовит термической обработкой. Свинина доступна и не требует особого подхода, в том числе и на кухне. Но вот в чём беда. Не получится приготовить баранину парой взмахов ножа, придётся включить внимание к деталям, что добавляет осознание к процессу приготовления. К тому же забивает свинью без особых правил. К примеру, шохет отвечает за остроту лезвия, она должна быть безупречно острым. А движения шохета должны быть выверены и ювелирны. А свиней часто убивают как попало. Это также влияет на суть мяса, на него наполнение, гормоны, кровь и прочее. Решать, есть ли свинью или нет, дело личное. Повторюсь, но буддаистические правила против свинины. Даже если нет возможности целиком избавиться от её поедания. К примеру, купить сосиску в тесте, либо съесть финский сервелат. Стоит каждый раз при выборе мяса выбирать в пользу не свинины. А ещё лучше не ехать свинину вообще. Если только нет вариантов умереть от голода. Не приведи вселенная. В общем, свинина хороша, а ещё лучше отказ от свиноедения. Во-вторых, если в пределах досягаемости есть кошерный мясник или халяльная лавка с мясом, стоит давать предпочтение этим торговым точкам. Не стоит терять при этом бдительность и следует смотреть, что ты покупаешь. Но кошерная и халяльная продукция сама по себе, как правило, качественнее, чем остальная. Особенно кошерная. Если кошерного магазина нет поблизости, стоит искать знаки кошерности. Третьих, всегда стоит обращать внимание на количество крови в мясе. Хорошее мясо не должно быть в крови, особенно в сгустках. Не нужно стесняться, взять и посмотреть каждый кусок и даже понюхать, чтобы определить предполагаемый вкус и свежесть. Только свежее, только чистое. Мы, то, что мы едим. И лучший доктор, повар. Желаю всем боддаистам помнить об этом. И не пренебрегать правилами выбора пищи. Если соинтересовала тема еды, прошу написать в дом будаизма. Глава двадцать вторая. Согласно тому, что наблюдатель формирует реальность принципантовой физики и множества эзотерических учений, а также восточных философий, любое толкование, чего бы то ни было, сна, события, новости и всего того, что можно так или иначе толковать, лучше толковать в позитивном ключе. Здесь вспоминается народная мудрость. Нет худа без добра. Здесь же Ницшанское. Что меня не убивает, то делает меня сильнее. Несчастным или счастливым. Человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем. Поэтому, когда приснился дурной сон, либо известно его негативное толкование, следует сказать самому себе, «Этот сон к здоровью и деньгам». Либо вовсе ничего не говорить. Следует очень осторожно относиться к озвучиванию прогнозов, пожеланиям. Даже в мыслях. Например, можно захотеть отдохнуть от работы и сломать руку. Или побыть одному и поссориться с окружающими. Вселенная отзывчива. Причем, прежде всего потому, что ее проявленная часть – это то, что мы видим и осознаем. Я полагаю, что этот принцип действительно имеет место в нашей реальности. Желаю всем буддаистам чистоты помыслов и сдержанности в дальнейшей жизни. Каждый более-менее осознающий человек рано или поздно приходит к некоторому вопросу. Что это вокруг завозня такая? Наступает момент, когда на ранее оказавшиеся естественными действиями начинаешь смотреть не то, что с недоумением, а порой даже с отвращением. Затем следует долгая у кого-то занимающиеся годы череда рассмышлений и в конце концов вырисовывается не самый приятный для себя вывод. Жизнь – это суета. Да, жизнь – это суета. Из-за ней человек перестает замечать, а затем и вовсе забывает ощущение волшебства из детства, когда каждое дерево, кирпич в кладке дома и царапина на бетоне имеют свой смысл и окрашены солнечным цветом. Забыв эти чувства, мы обратили наш взор на социальное и нашли себя там. Следуя правилам толпы, полюбили то, что пришлось полюбить, внушив себе, что правильно и что неправильно. С этим чувством живется сладко, понакатанный. Мысли заняты у подавляющего большинства стереотипно одинаковыми установками. Роли распределены. Мораль. Да вот же она. А вот еще другая. Выбирай, что тебе нравится. Вместе со всем этим погружается в анабиоз индивидуальность. Да, конечно, хочется думать, что я личность, что я особенный. И предназначение мое особенное. Ерунда. Что я все еще пытаюсь кому-то что-то, что-то о себе доказать. Но я ведь делаю это по-особенному. Ведь я уникален. В каком-то смысле уникален. Само собой. Отпечатков пальцев, все такое. Но все так же хочешь есть, спать, вещей, уважения, почтения, секса, отпуска. Все в этом мире желанно. Причем практически всеми. Единственное, чего практически все не желают, это боли. Потому не желают осознания. Потому что осознавать, видеть окружающую суету и обезьяничество больно. И один раз, осознав действительность, уже никогда не сможешь радоваться тому, чего ты жаждал раньше. А если и сможешь, то чисто технически, не вожделея всего этого. Я желаю каждому осуществить этот нелегкий жизненный выбор, самостоятельно исследовать ему до конца своих дней. Храни вас сила. Слова 23. Смерть всегда у нас за плечом. Можно бояться в том числе разговоров о смерти, своей или близких. Но она неизбежна. Гораздо разумнее принять этот постулат. И жить так, словно в любой из моментов она погодит сознание каждого из нас. И действовать соответственно. Если понимаешь присутствие смерти, когда это понимание внутри постоянно, начинаешь действовать более безупречно. Посвятишь лишний вечер тому, кто тебе дорог, семье, к примеру. Лишний раз сознательно откажешься от причинения страданий кому бы то ни было. Бесполезные мысли отойдут на второй план. Если в качестве эксперимента искренне представить, что она на рассвете следующего дня, Воплощение здесь будет завершено. В раз многое изменится. Попробуй. Как поступать с телом, когда оно умерло? Самое лучшее подвергнуть тело кремации, а получившимся пеплом удобрить многолетнее дерево, которое нужно посадить там, где живут или собираются жить. Люди, полюбившие покойного и любящие его отражение в себе. Ом. Голова 24. Практика медитации безусловно возражена в жизни каждого буддоиста, так как позволяет снять некоторые ментальные зажимы, напомнить о пощущении волшебства, когда в голове выключен монолог. По сути, медитация и есть то состояние, когда в голове пусто и нет того голоса, который мы привыкли считать собой. Медитация приводит человека на иной уровень восприятия реальности, когда, видимо, не интерпретируется, а просто воспринимается всем собой, своим настоящим Я. Возможно, медитация – это сеанс связи со своим высшим Я, то есть тем, частью чего каждый является кусочком сознания, голографической проекции гораздо более широкого сознания. Кусочек голограммы будет отображать ровно то же самое, что и целая голограмма, но немного менее резко. Мы являемся почти стопроцентным подобием более высшего сознания. В то же время мы, бодрствующие здесь в этой реальности, это те, кто являются богами для нас спящих, видящих себя во сне, находящихся там, когда мы спим. Так же, как мы можем осознать наличие высшего себя из сна, так же мы можем сновидеть наш более высший аспект, высшее Я из этой реальности, которую мы называем состоянием бодрствования. Это контакт с нашим высшим Я, не прерывающийся, но не всегда осознающийся нами. Обратный процесс наблюдения как бы сверху вниз просто, как наблюдение за игрой с высшего уровня. Всегда просто наблюдать за игровым персонажем внутри игры. Игровой персонаж видеть вверх обычно не умеет, а если сумеет, то по заверению некоторых сновидящих, для него наступит Mission Complete, что означает конец текущего воплощения попытки в игре. Поэтому каждый из нас, дабы улучшить осознание, должен спать в достаточном количестве, иногда медитировать. Но лучше, конечно, делать это регулярно. Метод входа в это состояние медитации уйма. И тут, прошу поверить на слово, для каждого человека они индивидуальны. Главное это понять, что назрела необходимость научиться останавливать свой диалог. Лично я использую дзенскую медитацию на ходу. Ну и посуду, разглядывая воду и пену, выключая внутренний голос. Иду по морозной белоснежной слегка изнывающей тропинке от монотонности погружающей медитацию. Думаю, что все люди так или иначе медитируют, но не все это осознают. Поэтому, имея намерение медитировать, стоит пытаться ловить состояние без внутреннего монолога. Для этого нужно дать мыслям, свободно течь, отключив их анализ. Как только анализатор выключится, монолог начнет стихать. И сознание перейдет в иную плоскость восприятия, которую Кастаньеда называл вторым вниманием. Медитация и здоровый сон – это очень хорошие помощники любого буддаиста. Приятной медитации. Ом. Прекрасный арбом, сыгранный на аналоговых синтезаторах. Весьма редкий жанр, подходящий для фильмов в стиле киберпанк, медитаций. У меня этот альбом на Google Play Music. Исполнители Мадра Макрэй. Возможно, это и есть Антон Халкс. Рекомендую. Посылка. Глава 25. Моя старая статья. Ко мне обращаются люди с вопросами о том, как уменьшить страдания. Вот как. Переходите по ссылке journal.kutnov.ru Глава 26. Что можно сказать о построении карьеры? Видимо, перечислить три основных способа ее строить. Первый. Профессиональный рост. Становиться профи – это самый трудный и долгий путь. Вместе с тем, в стратегическом плане самый верный. Когда что-то умеешь делать хорошо, имеешь репутацию профессионала. Будешь востребован. Причем, как правило, профессионал своего дела легче других может освоить ряд других навыков. И даже профессии в случае надобности. Это связано с личными качествами. Обучаемость, работоспособность и тому подобное. Быть профессионалом объективно хорошо. И чем больше опыта, и чем более устойчивое положение в рабочей системе занимает профессионал. Потенциальный минус – карьерное болото, в которое выражается во фразе «Если ты станешь начальником, кто будет работать?». Но эта трясина не настолько плоха, как может показаться. У нее на самом деле очень много плюсов. Однако и получить волчий билет может любой профессионал, совершивший непоправимую ошибку. Второй способ. Везение и удача. Это один из способов, где понять, что именно личные факторы или внешние приводят к успеху, не представляется возможным. Это полный рандом, случайность, на первый взгляд. Но мы-то знаем, что такое везение и что такое удача. Поэтому будем считать этот вариант лотереей. И смысла говорить о нем в не метафизическом и не квантофизическом смыслах нет. Это совсем другая тема. О ней, возможно, позже. С этими двумя вариантами все довольно прозаично и понятно. Конечно, нет единого рецепта построения карьеры. К тому же, под словом «карьера» каждый понимает свое. Кто-то – скачку по должностным ступеням вверх и статус бигбосса как результат, а кто-то – каждодневные шажочки, воспринимая карьеру как процесс пообретения опыта и навыков, как профессиональных, так и умения плетения и трик. Это понимание отличает первый способ от третьего. Третий – передача собственной жизни и его эго ануса в руки более высшего по иерархии. Миллион лучей преданности высшему созданию посылается вверх в ожидании благодати. Нет более личной жизни. Она отдана ему. Главное – никогда не принимать предложение сменить хозяина, потому что это будет финиш карьеры, если не жизни. Бывает и так. Стать добровольным, а китанум – это тоже надо уметь. И на это надо решиться. Здесь нужны терпение и стойкость. Очень высокий болевой порог, потому что путь хатика – это путь боли. Однако вместе с повышением ранга хозяина повышается и ранг карьериста, потому что хозяин, идя по карьерной лестнице, ведет на поводке своего верного пса. Самый прекрасный пример такого выбора, на мой взгляд, это тандем Монтгомера Бернса и его верного раба Вейлора Смиттерса в гениальных Симпсонах. Есть еще масса способов и их комбинации, но все они более экзотичны, чем эти три. Стоит отметить, что первый способ с третьим, как правило, не комбинируется вообще. И при наступлении моментов жизненного выбора, стоит очень хорошо подумать над возможными вариантами и целями, взвесить свои возможности и потребности. Кто-то хорошо умеет обретать профессиональные навыки, но кому-то проще срать на нижнего, плевать на ближнего. Глава 27. Бывает такой момент, когда тебя спрашивают о затаенной обиде, которой якобы присутствует в сознании или сердце. В таком случае буддаизм рекомендует ответить следующим образом. Обиды нет, так как под буддаисту совсем не присуще это чувство. Но твой интерес на грани страдания, как я вижу. Я тоже немного подпортил свою карму гневом на тебя, но быстро прошел. Обиды нет. Именно в этот миг возможность просыпания осознания в задающем вопрос об обиде, что вообще редко случается, довольно велика. Небезнадежный человек может задуматься о том языке, о котором ты говоришь, потому что просто не сможет это оспорить. Когда человек задает подобный вопрос, он весьма вероятно терзает некоторым чувством вины. Чем ниже осознание, тем выше соблазн утаящего обиду воспользуется этим чувством, чтобы причинить ответную боль. Задающий вопрос сознает между нами что-то не то. Но в действительности он страдает. От неразрешенной ситуации, в которой два участника и тот, кто якобы обижен, не делают встречных шагов умышленно или просто забыв о ситуации. В первом случае он причиняет умышленное страдание, во втором неумышленное. Но карма растет, ухудшается, говоря обывательски. И уменьшается, улучшается карма только через страдания, переживаемые в рамках подобного ума. Возможно, при участии с другой стороны. То есть, если в этой инкарнации жизни сам испытываешь чувство вины и страдания от этого, то карма уменьшится. Кармический закон не подразумевает раскаяние и исповеди. Он работает в этом мире неотвратимо, как гравитация. Поэтому каждый выбор нужно делать осознанным. Начиная от дурного слова, способного ранить, до лишения жизни чего-то живого. Глава 28. Действительно, как написал в сочинении самый честный мальчик в классе в фильме «Доживем до понедельника», счастье – это когда тебя понимают. Быть непонятым – своего рода тяжелая ноша. К тому же мало кто старается понимать другого сам. При этом все хотят быть понятыми другими. Недопонимание – частая причина ошибок и драм. Непонимание происходящего снижает шансы на успех. Игнорирование знаков – это признак недостаточного жизненного опыта. Поэтому понимающий – это большой человек, а тот, у кого понимают – счастливый. Желаю каждому доисту понимания. Когда в жизни все более не менее гладко, среднестатистический человек не склонен к размышлениям о вечном. Ведь хорошо же, но когда происходит нечто, что выбывает его из колеи, такой человек погружается в состояние дезориентации. Оно похоже на момент поездки по зледеневшей дороге, когда скользишь по колее с минимальным трением, имея соблазн отпустить руль. Как это делают велосипедисты и скользить, как по рельсам на автопилоте. Кстати, плохая идея. А вот релакс. Полная акуна матата, don't worry, take it easy. Сменяются на оглушительный удар. Если остался жив, будь больно. В любом случае, чем выше летал, тем больнее падать. Мы все знаем это святое правило. Здесь просматривается интересная закономерность, написанная еще Буддой Шакьямуни. Тем самым Буддой за главной большой буквы. Сансара – наша реальность. Матрица – это место боли. Жизнь – это боли. Многие знания, многие печали. Да, безусловно, можно засунуть голову в песок, придерживаться философии, не париться по жизни, и получать исключительно позитив. Но при этом всем, стоя раком, засунув голову в песок, все-таки стоит помнить о том, что сзади может пролететь кирзовым сапогом, причем внезапно. С другой стороны, когда всегда больно, болевой порог повышается, и удары судьбы сносить значительно легче. Причем мысли объективно и адекватно складывающиеся ситуации, можно кое-каких ударов избежать. Но для этого, повторюсь, постоянно нужно заниматься анализом себя и окружающей действительности, к примеру, с помощью технологии Кастаньедовского сталкинга. Это требует постоянной собранности и энергии, но это выполнимо, и при условии постоянной практики очень эффективно. Стресс – это наш враг. Врагов можно избегать или вступать с ними в бой. Что делать? Решать каждому буддаисту. А я желаю принять это решение как можно скорее, и начать действовать. Храни вас Вселенная и мир вашему дому. Глава 29. Что такое оперативность, тактика и стратегия? Представим себе болото, которое требуется перейти. Из болота торчат кочки. Каждая кочка под давлением тела плавно погружается в болото. Светает. Еще не расселся туман. Иногда появляется кто-то, спешащий по делам через это гиблое место. Самое простое решение – решать задачу перемещения оперативно, не дожидаясь никого. Прыгнуть на ближайшую кочку, оглядеться, пока кочка под ногами уходит под воду, затем прыгнуть на следующую и так далее. Обстановка оценивается на ходу. С каждым прыжком цель ближе. Но не ровен час кочка уйдет под воду стремительнее, равновесие потеряется, или что-нибудь подобное в этом роде дестабилизирующее произойдет, и тогда конец пути. Только в трясену, вниз, но есть шанс быстро допрыгать без лишних умствований. Можно выстроить тактику, ориентируешься во времени, ставишь цель, глядишь, кто из изредка проходящих, как прыгает, и подмечаешь. На быстро тонущие кочки не ступать, на дальнее расстояние не прыгать, потом и вовсе озарение, можно взять палку в руки и балансировать. Ну и хорошо двигаться пара, если вдруг начнешь тонуть, палка тут как тут, хватайся и выпирайся. Так к вечеру гляди и переберешься, все хорошенько продумав по части данного мероприятия. Стратегически, первонаперво, оценивается ситуация в мельчайших ее деталях. Приходит осознание того, что болото можно не только перепрыгнуть, но и переехать, скажем, на вездеходе, или лодке какой-нибудь. А кто сказал, что она не появится? Затем выстраиваются тактики, зависящие от исходных условий и учитываются все варианты. Планируется время на каждую из них, исходя из того, что за болотом еще путник короток. Болото это всего лишь его часть. И в итоге выбирается одна из тактик, причем не тактика ради тактики, а тактика ради конечного результата. Оказаться в конечном пункте назначения к планируемому времени. То есть стратегия, это некоторые действия на упор отдаленной перспективы. Тактика – это перспектива не столь отдаленного будущего, а оперативность – это моментальное решение для скорого результата. Выработка стратегии требует, как правило, совершения длительных и далеко не всегда очевидных действий для окружающих людей. Тактика предполагает конечный, довольно объемный набор данных, которые идентифицируют тактическую задачу, но при условии ее полного понимания. Принятие оперативных решений это свойство действовать моментально. Как действовать в жизни? По обстоятельствам. Самые идеальные мысли тактические – действовать оперативно, при необходимости применяя тактики. К этому надо стремиться. Стратегия – это выжидание, выслеживание, когда внутри только финальная цель, все остальное выполняется по ходу пьесы. Тактика – это набор участков движения, где каждая следующая цель, хоть и далека, но определена и конечна, а за ней точно такие же цели. Оперативность – это ходьба по коридорам. С открыванием многочисленных дверей на пути. Все эти рассуждения, само собой, это конкретное личное ведение понятий. Объяснить это можно так очень сложным языком, так и очень прощенным. Но даже написание такого текста имеет в себе три цели – оперативную, практическую и стратегическую. И то, что все эти понятия сочетаются в одном явлении, с точки зрения буддаизма, есть тот самый баланс, которым нужно стремиться каждому буддаисту, прежде всего уходя от отобоких суждений. Учаясь смотреть на явления этого мира с разных сторон, а это я скажу по своему опыту, ой, как нелегко, особенно на старте, когда приходит первое осознание, что мир не черно-белый, и тем более не серый. Желаю каждому буддаисту прийти к ясности восприятия и рационально принимать жизненные решения. Мир – дому каждого из вас. 23 марта буддаисты Северного Паушария и Экватора отмечают праздник День Безубийств. В этот день в Северном Паушарии не принято говорить о насильственной смерти. Здесь день стал длиннее ночи, так дадим же дорогу свету и только вокруг нас, но и в нас самих. Мира и жизни вашему дому, господа буддаисты. Жители Южного Паушария отметят День Безубийств. 23 сентября Глава 30 Медитация – это необходимость. Пора признать это и пора понять, что же это такое. А это не что иное, как остановка внутреннего монолога. Наше сознание постоянно занято озвучиванием происходящего наподобие суфлера в театре. У среднестатистического человека в голове постоянно звучит голос комментатора, который помогает осознавать себя самого. Связывать свое истинное я с биомашиной, в которую загружена программа сознания. Эта биомашина называется тело. И наподобие компьютера или смартфона наши тела напичканы разнообразными программами, в том числе и программой комментатором внутренний голос сознания, которая постоянно ведет нескончаемый монолог. Хотя нет, монолог прерывается на время сна. Как говорят современные учебные нейрофизиологи, во время сна происходит обработка того, что накопило сознание за день. Происходит это во сне именно потому, что внутренний монолог пожирает всю энергию внимания, пока он описывает свойства, предметов или явлений окружающего нас мира, а сон это внимание перенаправляет. Если долго не спать, восприятие начинает давать сбой. Кому довелось не спать более двух суток, понимает, о чем речь. В итоге, человек, не владеющий ни одной из техник медитации, находится в одном из двух состояний или накоплением формализации информации в состоянии бодрствования или ее обработки в состоянии сна, когда энергия внимания не расходуется на описание мира внутренним монологом, а направляется на фоновый анализ данных. Если смущает слово энергия, можете назвать это вычислительными ресурсами. Не зря говорят утро вечера мудренее. Речь о том, что когда не удается решить проблему мысленно, нужно выспаться, чтобы она решилась на ином уровне. Однако, существует множество состояний, которые позволяют воспринимать мир и одновременно обрабатывать информацию. По сути, если очень грубо сказать, все эти состояния являются медитативными. Не важно, какого они свойства, классическая медитация, альфа-визуализация, теторежим и так далее. Пока возможно это незнакомые слова, но в дальнейшем я постараюсь раскрыть их смысл. Сейчас важно понять, что медитация это остановка внутреннего монолога, то есть состояние отсутствия внутреннего суфлера в голове и ничто иное. Не сидение с закрытыми глазами, в позе лотоса, не мучание мантр, не просто глубокое расслабление как цель, а лишь только остановка бубнижа в голове. Для вхождения в состояние медитации требуется перестать думать и остановить только восприятие. Великое множество способов сделать это и у каждого он возможно свой. Пока не будем об этом. Скажу лишь одно, стоит постараться замечать моменты, когда происходит самопроизвольная концентрация с расслаблением на чем-либо, на плывающих облаках, льющейся воде, пробегающих мимо окна машины или поезда видах. Как правильно большинство людей самопроизвольно неосознанно покружаются в состояние медитации на мгновение, но не осознают этого. Так вот, осознать эти моменты одна из первейших задач каждого буддаиста. Включаем музыку, выше дана пара рекомендаций, смотрим на облака, стараемся не думать ни о чем, а лишь воспринимать их движение по небу, ловим состояние, когда втыкаешь или залип. И если успеешь осознать внутреннюю тишину до того, как сознание снова заговорит комментатор, поздравляет и понял, что такое медитация. Это будет миг, мгновение. И теперь остается развить эту способность, чтобы не только осознавать выход из этого состояния, но и осознанно входить в него. А когда умеешь входить и выходить по желанию, то и быть в нем можно сколько угодно. Состояние внутренней тишины. Это конечная цель всех этих попыток. Ну, или возьмем и помоем посуду прямо сейчас, глядя на воду. Ом. Глава 31. Я все еще не удосужился ознакомиться с трудами Экхарда, Толле и его концепции силы момента сейчас. Но его труды, которые любопытный Лютер стащил над цитатой, видимо, очень ценят в качестве руководства подзвешенной полноценной жизни. Мы все куда-то вечно спешим, боимся что-то не успеть, строим множество планов, в том числе далеко идущих. Но когда становится невозможным осуществлять все задуманное, тихонечко прокрадывается усталость, а за ней возможный срыв, с которым, как показывают наблюдения, почти никто не может совладать, предотвратив его. Многие печали идут от несбывшихся надежд в прошлом, в которые превращаются надежды настоящие, устремленные в будущее, когда по ним прокатывается к итог реальности. Надеешься на лучшее, а получается как всегда. Конечно, жизнь без надежды невозможна, и надежда наш комп а земной, а удача награда за смелость, как поется в песне одной, но ожидания все же лучше снизить. От всего и от всех. Также в случае с денежным долгом бывают такие моменты, когда лучше не ждать отдачи. Есть ведь такая поговорка «хочешь избавиться от человека, дай ему в долг». К сожалению, она работает, а может и к счастью, по-разному. В отношениях между будаистами не должно быть ожидания ответных действий. Будаист, совершая что-то или говоря, несет ответственность за свои слова и поступки, но никак не за поступки того, кому он обращен. Поэтому ничего и не ожидает. Само собой, манипулирование никто не отменял, но манипулировать осознанным человеком та еще авантюра. Поэтому действуя рационально, стоит понимать трижды, стоит ли пробовать этот метод или нет, потому что он имеет и обратный эффект. Это тоже стоит понимать. Подводя итог всему выжесказанному, можно сказать, что каждое ожидание будущего не стоит прокручивать в голове. События будущего нужно учиться программировать оперативно, тактически и стратегически и жить сегодня, сейчас, наслаждаясь каждой минутой. Каждому будаисту в некоторый момент предстоит научиться существовать именно так, здесь, сейчас, с надеждой и без ожидания. Кстати, защиту телевидения небольшой ТВ камин аут. Из всех федеральных каналов иногда еще смотрим фоном пятницу. Канал был позитивен и интересен. Белая ворона среди федеральных каналов, остальном платные тематические каналы прикипели, как говорится, ко всем немногим. 24 док закрыт ныне. Рипы есть на торрентах, по которому шли шикарный документал. HD Discovery Science смотреть лучше осознанно. Здесь есть все американский протестантский лайфстайл, свои X-файлы, экскурсии на производство и тайны вселенной. За бокалом винофоном звучит 2H1 классик. А на диване HD, да, и кухня TV, океан TV. Приятно вдумчиво поглощать кинохронику с ностальгией в одиночестве или порадовать ребенка позитивнейшим джим-джам без говнорекламы. Телевидение не значит зло само по себе. И когда я слышу снобское, я выбросил свой телевизор, понимая, что во времена Ultra HD телевидения некоторые живут в черно-белом мире суждений, как минимум. Смыслом любую вещь наделяем мы сами. Всегда стоит помнить об этом. И когда говорят продукция двойного назначения, то это все-таки лукавство в определенной степени. Вся продукция может быть использована по-разному. Орудие убийства даже ни разу не использовавшись по прямому назначению, вполне может служить музейным экспонатом в миролюбивом обществе. Буддаизм призывает широко смотреть на мир и пытаться видеть всю его глубину. Хорошая цитата с простора в сети. Человек, склонный к анализу, наблюдению, рефлексии и абстрагированию, практически не внушаем извне. Глава 32. Писать ради того, чтобы просто было написано совсем не хочется. графомания. А вот поделиться интересными новостями в отсутствии вдохновения всегда рад. Поэтому когда я увидел пуст на GeekTimes пройти мимо не смог. Хочу лишь добавить, что медитация это измененное состояние, когда сознательно срабатывает установка на отключение внутреннего диалога. Сам факт наличия подобных состояний доказан, пусть он даже не вызван психоделиком. Это один из методов перехода. Те, кто желает конкретики, вполне может прочесть первых 10 томов Кастаньеды, заострив внимание на понятии второе внимание. Я выступаю за создание в зданиях корпораций акустически изолированных комнат для медитации. Пока что в этом заинтересовано всего несколько людей. Подобные предложения требуют очень долгого концептуального пояснения для человека неинтересующимся данными темами. Даешь сверхсознание в массы. В дополнение хочу сказать следующее. Людей, которые интересуются медитацией единицы и очень зря. Ну и если неинтересно пока что освоить технику управления своими вычислительными ресурсами то хотя бы выспаться нужно как следует. Сон гораздо важнее чем кажется особенно в ранние годы жизни. К сожалению необходимость высыпаться люди осознают уже тогда когда сна требуется гораздо меньше. Чем есть готовность выделять на него время. Спать нужно жизненно необходимо да и подсознанию поработать да и свежее будешь. Глава 33 Механизм наследования частной собственности в буддаизме прост. Во время жизни человека право его частной собственности свято для окружающих. Она неприкосновенна и защищена любым правилам подходящим населению в качестве жизненной установки. После смерти наследство переходит согласно завещанию с общего или равными долями в денежном выражении между родителями супругами и детьми если завещания нет. Момента моря моментально в море Кастаньеда устами персонажа Дона Хуана завещал магам каждое мгновение жизни помнить о смерти фигурально выражаясь находящейся у всех за левым паричом она всегда там так легче начать помнить о бренности живого и стать на путь осознанности необходимо помнить о всех аспектах смерти включая материальную сторону Глава 34 Добро и зло это понятия изобретенные человеком и когда ты видишь человека рассуждающего что такое хорошо и плохо с необычайной легкостью то перед тобой человек либо недалекий либо гениальный актер или редкостный мерзавец Цитата человек возникает как деталь группы и как таковой он пребывает в социальном гипнозе с рождения до смерти считая себя единственным и неповторимым человек не более чем серийная модель механизм с нулевой степенью свободы человек как социальное явление не может быть свободен он целиком и полностью заточен в цепи причин наследственных связей он есть тот кто не свободен и не может быть свободен по определению у него есть только один способ посвободиться магически конструировать вырастить своей душе свободного двойника по отношению к которому обычная личность будет лишь тенью и недоразумением Евгений Головин закон стрелы Аримана что еще за стрела так мы условно называем тенденцию плохо устроенного общества с моральной тяжелой ноосферой умножать зло и горе каждое действие хотя бы внешне гуманное оборачивается бедствием для отдельных людей целых групп и всего человечества идея провозглашающая добро имеет тенденцию по мере исполнения нести с собой все больше и больше плохого становясь вредоносной Иван Ефремов час БК Глава 35 Буддаист в день своего рождения уединяется анализирует свои поступки и судит себя самого здесь есть самый главный момент дня рождения нужно уединиться и обдумать истекший год своей жизни вспомнить что было в нем хорошего что надо исправить и решить как это исправить Глава 36 С удивлением узнал о существовании еще одной матричной игры Первая это No Man's Sky Это не реклама понравился ролик Обе игры есть на PS4 если кто любит симукляры Глава 37 Не являюсь поклонником творчества Оша знаком с его трудами фрагментарно не все цепляет но некоторые его изречения блестяще отражают суть некоторых явлений нашей жизни Примером об одиночестве лучше может быть говорил только Кастаньеда Но Оша делает это крайнего конечно Одиночество это состояние когда ты болен собой устал от себя надоел сам себе и ты хочешь куда-то пойти и забыться в ком-то другом Самодостаточность это когда тебя пробирает восхитительная трошь от своей сущности ты счастлив быть самим собой тебе никуда не нужно идти ты самодостаточен но теперь новое появляется в твоей сущности ты так наполнен что уже не вмещаешь это все тебе нужно поделиться тебе нужно это отдать и кто бы не принял этот подарок ты почувствуешь благодарность к нему за то что он его принял Оша Глава 38 Если собираешься утверждать что что-то происходило в прошлом помни контент иначе слова твои будут пустыми Третья добродетель Первая Шила Сила может пониматься и так Ом Глава 39 Космос огромен Вселенная зациклена сама на себя поэтому бесконечно и конечно одновременно каждая частица является потопием большего и меньшего Атман пронизан связующими нитями волнами суперструнами которые составляют ткань наблюдаемые нами фрактальные голограммы под названием реальность Медитация психоделические опыты и катарсис позволяют нам приблизиться к восприятию видению если можно так выразиться этой ткани ну и конечно же музыка Польский Space Ambient О да в Польше есть прекрасный сервис Nirvana радио поможет погрузиться в сознание внутреннего микрокосма достигнув удаленных областей внешнего макрокосмоса где-то там есть этот переход из далекого внешнего в наше внутреннее мы сами есть вселенная внутри нас все то же самое что мы видим глядя на темное летнее небо с мириадами звезд учитесь медитировать глава сороковая случайности не случайности вовсе это следствие череды наших жизненных решений идет человек по улице ему сосулька падает на голову на первый взгляд случайность напади человек другим путем не случилось бы этой встречи чем осознаннее наши поступки тем меньше случайностей будет на нашем пути будьте здоровы ом глава сорок первая время время перемен чтоб ты жил в эпоху перемен гласит китайская поговорка проклятие действительно перемена это сложность испытание боль а иногда и смерть но в то же время общеизвестное выражение живем в интересное время парадокс состоит в том что стабильность в стратегическом плане застой можно продолжительное время наслаждаться ею но когда из-за изменения окружающего мира приходится к нему приспосабливаться реагировать на вызовы уметь решать сложные задачи выживать в конце концов жизненные навыки как мышца тренируешь мускулатуру живешь эволюционируешь пользуешься не развивая деградируешь относительно тех кто развивается заболеешь и хереешь так же и с жизнью в контрах друг к другу два лагеря метафизиков первые утверждают жизнь нужно в кайф вторые говорят выйди из зоны комфорта и да придет успех это крайность а истина как известно посередине не стоит бояться выйти из зоны комфорта однако стремиться выйти из нее намеренно без веских причин ради самопроверки спорное решение прежде стоит оценить собственные способности и силы а то и надорваться недалеко а когда требуется рискнуть боясь но смелость берет города главное решить сделать жизненный выбор не откладывая на потом жить во время перемен не негатив а вариант из набора способов существования матрицы и желая этого человеку стоит понимать что этим предлагаешь стать ему сильнее лучше и конкурентнее чем сейчас глава сорок вторая чувство собственной важности и обиды говорят что человека легко убедить если речь идет о слабо осознанной личности то да это сделать не сложно но осознанного человека вряд ли получится вывести из себя или спровоцировать на необдуманные лишенные контроля импульсивные действия обида будь она умышленная или случайная атакует внутреннее чувство собственной важности чем более человек осознан тем проще понимает что его пытаются садить причинить боль а раз понимает не идет на поводу и не реагирует на провокации обида это так называемая рефлексия переживания эмоционально-ментальная комбо внутреннего монолога с эндокринной системой тела чтобы проработать ситуацию требуется либо отрефлексировать либо осознать и нового пути нет если провокация исходит от человека с меньшим уровнем ментального развития то стоит скорее сообразить как уйти от ее без ощутимых потерь здоровья настроения и так далее однако если обидно говорить человек который развитие здесь стоит задуматься об объективности его слов к примеру как глупо обижаться на замечании автоинструктора обвечающего вождению также сомнительно и наколки слова человека у которого уже есть репутация и некоторый авторитет среди таких же развитых людей анализ даст выбор знак ли это изменением себя или принять у себя как есть и дальнейшей жизни с этим пониманием это тоже важно что не выбери беда не случится если инструктор постоянно говорит что водишь плохо измени подход спроси совета чтобы водить лучше или заканчивай с этим раз и навсегда ибо не суждено если говорят что поступаешь глупо не спеши обижаться успеешь и не сотвори себе кумира чистый кастаньедовский сталкинг и капелька дзена всем свободы добит и успехов в совершенствовании себя ом глава сорок третья буддаизм выделяет три вида взаимодействия мироздания с человеком на протяжении жизни каждый из них соответствует периоду развития сознания одни люди проходят сквозь все периоды идя по жизненному пути иные задерживаются на первом или втором назовем их аналогично так называемым трем поворотом колеса драхма в буддизме первый вид наглядный когда до человека не доходит в силу конкретных причин мироздание учит наглядным примером иногда нанося удары судьбы часто реальность открывает наглядные примеры которые человек может не замечать в таком случае он живет и постоянно испытывает давление окружающего мира на этом этапе некоторые люди приобретают желание учиться и начинают осознавать что делают что-то не так как следовало быть второй вид назидательный назидательный существует масса метафизических и психологических учений теории и машинальных практик которые призваны привести от жизненных испытаний к изучению реальности с помощью готовых источников книги мультимедиа в том числе и эта книга источники на этапе жизни когда уже усвоены удары по заднице но еще далеко не все понятно назидание передачи опыта от обладающего мудростью к менее мудрому в какой форме она происходит неважно самое главное это делает не жизнь а человек поэтому боли становится меньше третий указывающий когда накоплена база выбрана терминология человек приходит к пониманию жизненных аспектов и процессов Кастанье написал что человека ведет дух верующие говорят о боге для кого-то это судьба но это по сути есть причинно-следственная связь чередой решений которые бывают как правильными так и нет это алгоритм беспристрастный механизм машина мироздание всегда посылает знаки и на этом этапе мы их уже видим мало того руководствуемся ими знак это что угодно случайный знакомый неожиданное событие замечание или придирка стороннего человека и так далее это краткий миг поэтому люди часто его не замечают когда вселенная указывает путь лучший выбор следовать ему ногами лучше запоминается это истинная правда это наглядно не делай другому того чего не желаешь себе назидание нет худа без добра указания направления движения по пути саморазвития всем мудрости и меньше боли ом плава сорок четвертая если вы настроен на изменения у вас гораздо больше шансов достичь цели чтобы изменить мир нужно измениться самому если вы часть системы которую хотите изменить то вы часть проблемы Дэйв Грей лиминальное мышление лиминальное мышление воемких предложений море смысла в нескольких словах чтобы изменить окружающий мир непременно придется совершать изменения себя изменяя себя получаешь толчок к развитию и начинаешь несколько иначе смотреть на мир как говорит тот же Дэйв Грей невозможно научиться новому пока не избавишься от старых убеждений об этом же писал и Карлос Кастаньеда каждый буддаист прежде чем стать осознанным меняет кое-что в себе сначала ощущается только намерение изменить что-либо с каждым шагом проступает ощущение пришедших изменений мир начинает выглядеть несколько иначе и со многими знаниями приходят многие печали чем больше изменений произошло тем больше открываешься новым с каждым изменением сознание меняется и действие отходят на второй план те моменты которые были крайне важны не вчера а сегодня потеряли важность совершенству нет пределов и вот наступает время когда уже многое переосмысленно и хочется изменить окружающую реальность потому что все ее изъяны отдаются болью внутри словно что-то режет по живому начинаешь действовать сначала один человек под твоим влиянием меняет себя затем второй когда таких людей десяток замечаешь что те самые люди которые еще вчера были неосознанными сегодня понимают многое даже порой пытаются передавать огонь осознания своему окружению когда наблюдаешь эти метаморфозы случается нечто что приносит понимание того что ты только в начале пути что все что ты достиг это шаг на очень долгом пути да ты да ты ты уже гораздо совершеннее чем был в начале чем те люди которые выдушевлены тобой но ты сам несовершенен и есть тебе куда стремиться а затем пересматривая свою жизнь приходит и осознание того что ты являешься костью в горле у тех сил которым эти личностные и социальные изменения крайне невыгодны действуя отечески будь готов утонуть в дилеммах принимая вознаграждение принимая обязательства вознаграждая поясни за что эта награда если не можешь решить посмотри на ситуацию с разных точек зрения пусть их будет как можно больше если что-то кажется тебе бессмысленным значит ты что-то упускаешь желаю всем просветления глава 45 буддаист не празднует день появления в сансаре этом материальном мире из живота матери и по аналогии с емки пуром днем искупления в юадийской традиции совершает анализ свой так называемый день рождения это ежегодный экзамен по пересмотру собственной жизни каждый год есть день когда делать это нужно подытожить состояние дел жизни отпустить то что держит и возыметь намерение быть безупречным в будущем здесь главная искренность символическая привязка к дате рождения продиктована рациональностью как напоминание о неотложном деле приглашать кого-то в этот день не стоит если только это не продиктовано вежливостью и почтением главное чтобы экзамен в этот день был сдан ну а кто придет сам дело личное омм глава сорок шестая сильные слова автор неизвестен чистый сталкер переходите пожалуйста по ссылке я позволил себе внести некоторые правки в код распространения этого послания снизив уровень эмоциональности посыла сталкеру требуется осознание а не залипание в эмоции оригиналы легко гуглится очень поучительная история о том как сразу не реагировать нужно хорошо подумать прежде чем действовать поскольку можно потерять все за долю секунды а потом сожалеть об этом всю жизнь читайте терпеливо любовь против использования пока отец натираивает до блеска свою машину его шестилетний сын взял камешек и нацарапал на ней несколько линий в ярости мужчина схватил своего ребенка за руку и стал бить по ней множество раз не осознавая что он наносит удары гаечным ключом в госпитале ребенок лишился всех пальцев из-за множественных переломов когда ребенок увидел своего отца с глазами полными боли он спросил папа когда мои пальцы снова вырос отец был поражен и лишен дара речи он вернулся к своей машине и стал бить по ней очень долго ошеломленный от своих собственных действий сидя перед своей машиной посмотрел на царапины которые сделал ребенок сын написал папа я люблю тебя на следующий день мужчина покончил с собой ненависть и любовь не имеют границ выбирайте любовь чтобы жить долгой полной любви жизнью вещи созданы для пользования а люди для любви но проблема в современном мире заключается в том что людей стремятся использовать а предметы стали любить предметами нужно пользоваться но не людьми следите за своими мыслями они становятся словами следите за своими словами они становятся действиями следите за своими действиями они становятся привычками следите за своими привычками они формируют характер следите за своим характером это формирует вашу судьбу я благодарен человеку который прислал мне это послание как напоминание ничего страшного не случится если вы не расскажете эту историю Но, возможно, вы измените к лучшему чью-то жизнь, рассказав ее кому-то из своего круга общения. Вы знаете об отношениях между двумя вашими глазами? Они вместе моргают, двигаются, вместе плачут, видят предметы вместе и вместе спят. При этом они никак не видят друг друга. Дружба и любовь могут быть такими. Жизнь ничтожна без друзей. Кто твой самый лучший друг? Глава 47. 7. Возникал ли когда-нибудь вопрос, почему я не разбираюсь в людях, а люди, обладающие проницательностью, видят человека словно насквозь в течение первых 15 секунд? И что такое проницательность? Это просто осмыслить. Мы смотрим или вовне себя, или внутрь. Человек, который в достаточной мере развит и осознан, словно универсальная машина, сканирует окружающую обстановку вплоть до мельчайших деталей. Затем с легкостью переводит взор внутрь себя. Секрет проницательности кроется в величине эго. В то время, когда требуется сосредоточение на внешнем, оно обращает взор на себя любимого. В принципе, причина неосознанности тоже раздутое эго. Оно встает на пути самого сознания и своей величиной заслоняет то, что можно было бы увидеть во внутреннем космосе. Не будь эго таким большим. Следовательно, чтобы разбираться в людях, да и понять себя, учитесь не идти на поводу эгоистических посылов и предаваться самолюбованию, что подумают окружающие. Когда есть возможность, оцените доселе незнакомого человека. Наоборот, поток внимания обратите вне себя на небо. И чтобы познать себя, умей признавать явное, даже если это признание твоему эго не по туше. Желаю каждому буддоисту преодоления влияния эго на собственную судьбу и жизнь окружающих. Глава 48. Понедельник за понедельником. Так же, если пролетает. За окном срака сраная. Мерзкая, холодная, капельная взвесь в сером воздухе. Уже не туман, но еще и не дождь. Близится зима. Машина обута в шипы. Новые ботинки, в которых сухое тепло. Серость опустилась на разноцветный город. Холодная грязь и сырой ветер. Нет, не Шотландия, но Сургут. Мора здесь нет, зато есть люди, которые не забыли, как улыбнуться. Они помнят и, вероятно, будут помнить, что такое надежда на лучшее. И хотя так жить нелегко, но не сложнее, чем жить как-то иначе, как живут многие. Но так по-другому, по-своему. Пережили одних, вторых остальных. Переживем и это. Лишь бы не терять в развитии. Сегодня день надежды. Желаю никому не потерять ее. Ом. Глава 40. Девятое. Пересуна из красное и синее. Делаю вывод, что медитация – это то самое полное отключение рассудочной системы, когда и интуиция, и мгновенные реакции, и подсознание. Ум. Корень как круговорота перерождений, так и просветлений. Из-за разнообразия накопленной кармы, каждый из многообразных видов существ имеет свое особое иллюзорное видение. Намкай, Норбу, Ринпоче – кристалл и путь света. Глава 50. Стал гораздо внимательнее относиться к материалам и медиа-контенту, вызывающим сильный эмоциональный отклик. Всегда стоит думать головой, а не реагировать эмоционально. Глава 51. Буддаизм. 27. 11. 17. 14. 12. Привет. Я вернулся из отпуска, который длился почти месяц. Отпуск всегда меняет изнутри. Не стал исключением, и этот пришло окончательное видение давно осознанного факта. Все мы, с одной стороны, сделаны из воды и прочих микроэлементов, мяса и кости, скулками нервов. С другой стороны, хотя и кажемся друг другу разрозненными сознаниями, являемся частями нечто более высшего. По сути, кроме как роялями и степенью изношенности оболочек, особо ничем не отличаемся друг от друга. Человек, раскинувшийся на шикарном лежбище в люксовом номере президента отеля за горизонтом, пьяный бомж, забравшийся в коллектор теплосетей погреться, чтобы не откинуть ласты, и ты, идущий на пути, осознание буддаист-брызги одного источника. Это несомненный личностный прогресс. Важным событием стало посещение Паровчицких ворот в Республике Чехии. Это одно из мест силы, в которых нам довелось побывать. Оно усилило эффект изменений, открыло видение в кастаньедовском смысле сталкинг. Вдохнуло спокойствие и умиротворение. Несмотря на то, что добираться пешком по горной трассе вверх, а потом взойти в гору с ходу задачи не из легких, учитывая затяжной дождь, еще сложнее идти. Мы не устали. Само дыхание жизни пребывало внутри нас в этом чудесном месте. Рекомендую всякому буддаисту посетить его в жух. И ты стал осознаннее. Еще утвердился во мнении, тем, кто несет знания заинтересованным людям, следует воздать всяческую похвалу, так как дело это благородное и нелегкое. Несущие знания маяки в наших персональных слоях поля вероятностей, формирующих совокупную реальность. Практически любой человек может вдруг решить подарить знания кому-то из своих близких. Совсем не обязательно это будет называться буддаизм. Словом Будды, даосизм, сталкин. Обо всем этом не зазорно поговорить, если собеседник искренне заинтересован в подобных разговорах. Неся людям информацию, становишься маяком. Не неся дрейфуешь в море вариантов. Выбор за каждым. Да пребудет с тобой сила. Подписывайтесь на мой инстаграм. Глава 52. 2. 8 декабря буддаисты отмечают день хвалы дома. В этот день буддаист осознает, где, как и с кем он живет. И от этого сознание испытывает радость и думает о доме только в позитивном ключе. Если для этого требуется ритуал, каждый может создать его сам для себя или заимствовать у ближнего. Буддаизму всего год с небольшим. Праздник отмечается во второй раз. Чтобы помнить об этом светлом дне, пусть это символично, вовсе не обязательно отмечать эту дату. Однако общая радость многое значит. Я внес в свой календарь на 8 декабря события день хвалы дома ежегодно навечно. Где-то за океаном празднуют светлый праздник Дня Благодарения. Буддаисты всего мира 8 декабря воздают хвалу своему дому, независимо от того, где они находятся в данный момент и где он расположен. У каждого есть дом. Дом не только коробка из бетона или дерева. Дом это место, люди события. Глава 53. Переслана от Иван Балтик. Как известно, энергия не может быть плохой. Она нейтральна, а знак ей придают обстоятельства. Можно направить одну и ту же силу как на самосовершенствование и борьбу со слабостями, так и на саморазрушение и потакание слабостям. Глава 54. Осколки прошедших времен наших жизней залетают в современность, принося с собой образы давно ушедшего и подзабытого. Сплывают воспоминания, вновь слышится знакомый голос. Хотя внешний образ уже не такой, каким запечатлен в нашей памяти. Вспоминается как хорошее, так и плохое. Прекрасные мгновения и отвратительные моменты. Говорят, нужно отпустить прошлое. Каким бы оно ни было, жить прошедшим не стоит. Обыкновенные факты помнить может далеко не каждый. Средняя слабо искаженная память Homo sapiens 2 года. Люди в большинстве своем имеют вполне себе ограниченный объем памяти. Буддаисту стоит сосредоточиться в своем запоминающем устройстве. Не столько факты, сколько выводы из них. Фактов может быть тысяча, а вывод из них проистекать всего лишь один. Это и есть мудрость. Она доступна всегда. Ее не требуется извлекать тяжкими потугами из памяти или подсознания. А факты сами вспоминаются. Тогда, когда они нужны. Лица, голоса, поступки. Жить с постоянной обидой. Портить жизнь себе и вполне возможно окружающим. Общие выводы гораздо полезнее частности. Лучше жить с ними. Буддаист предпочитает эффективные методы. Потому что все имеет цену. Желаю каждому Буддаисту избавить себя от старых обид. Дать затянуться старым ранам и продолжать жить начисто. Всем добра и радости. Ом. Глава 55. Намасте, друзья. Традиционные зимние каникулы в РФ дают возможность сменить обстановку. Отдыхать, не работать. А на отдыхе я традиционно пускаюсь в размышления. Не стали исключениями эти новогодние каникулы 2017-18 годов. Первое, что сбудрошило разума, разница настроений окружающих меня людей бросается в глаза расслоение на депрессионно подавленных и припывающих в некоторой эйфории. Очень странно слышать все плохо, когда не все плохо. Все целы, хлеб с маслом есть, сериалы выходят. Девятого на работу, а ведь у кого-то ее уже нет. Не менее странными ощущаются слова. Сегодня такое отличное утро. Птички щебечут, солнышко светит и т.д. Позитивный взгляд на события важен для нас, но важен и взгляд негативный, так как это часть критического мышления. Это и есть реализм. Видеть обе стороны медали, а не увязнуть вниманием на какую-то из них. Середина, как завещал Будда, наше все. Сходить с ума от депрессии или от эйфории одно и то же. Второе, самая ценная наша валюта, если угодно. Внимание расходуется на что попало. И чем дальше, тем больше. Пожаратели времени поглощают все больше энергии и осознания, делая нас спящими. Прокачать себя до состояния ультраэффективности – это та же крайность. Это, скорее всего, приведет к значительному успеху в каком-то аспекте. Вспомним увещевание. Выйти из зоны комфорта, тщательно планировать свое время и прочее, тренингово-мотивационное. Но вряд ли даст настоящее счастье, которое, по сути, баланс во всем. Счастлив тот, кто ни за чем не гонится, не одержим ничем, у кого внутри спокойствие и покой. Не богат финансами чрезмерно. Замечу, что в бедности несчастье проходили. Но счастлив. Миллионеры тоже несут свой крест. Недавно стартовал сериал МакМафия. Как раз об этом. Да, можно быть богатым, здоровым и счастливым, если есть возможность, упускать ее глупо. Но стоит ли посвящать себя чему-то в ущерб иного? Карьера и семья. Карьера или семья. Разные подходы. Разные результаты. Третье. Время сейчас действительно трудное. Но трудное тем, что ныне человечеству брошен новый вызов. Мы на смене эпох. Вот в чем трудность. Зато испражняемся в теплом туалете, избавленном от заболеваний, уносивших жизнь миллионами за неделю. У нас есть антибиотики, стоматология, микроволновки, автомобили и персональные вычислительные устройства, подключенные к всемирной сети. Жить сейчас интересно и довольно комфортно. Здесь и сейчас. Но порой очень страшно. Видимо, пришло время снова начать читать книги, общаться с друг с другом, хоть оффлайн, хоть через интернет. Это супер возможность. Время заниматься собой. Поднимать осознанность. Получать новые навыки. Искать себя. Время находить друг друга и объединяться. Может случиться так, что то, чем занимаешься, сейчас, завтра станет невостребованным. И наоборот. То, чем ты решишь заняться, будет очень нужным делом. Это касается не только профессии, но и взглядов на жизнь. Чем тебе лично поможет бесконечно, бесцельно поглощаемая лента соцсетей или бесконечных сериалов? Сегодня это поможет заполнить внутреннюю пустоту взамен на время и внимание. То есть мы платим нашими жизнями за нечто, что может быть ненужным для нас. А с чем мы придем в завтра? Я не призываю сесть на информационную диету. Лишь обращая внимание, что нужно следить за дозировкой и каждую порцию потреблять осознанно. Хочешь зарабатывать? Это правильно. С условием, что это не в обмен на здоровье, силу, любовь и саму жизнь. Пора развиваться дальше и переходить на новый уровень. Желаю всем осознания и дальнейшего развития. Глава 56. Не знаю, как кому, а мне резко бросается в глаза так называемая Орловская двоемыслия. Смотри Википедию. Когда это помножено на узость кругозора, моя хата с краю и банальное бытовое отторжение опыта окружающих? Это просто ахтунг. Как говорится, тушите свет. Конечно же, свои грабьи блюют сильнее. Но чужие максимум пугают. Да и то не всех. Пуганным охвосу быть западло. Хотя на деле страх инструмент эволюции в деле самосохранения. Люди без страха либо искалечены до предела, либо идиоты. Слабоумие и отвага. Мудрость буддаизма опирается на широту кругозора. Типичная ошибка – слепое доверие единственному источнику. И хорошо, когда источник проверен сто раз. Это какая-никакая статистика. Но ведь так хочется доверять даже незнакомым. Когда слышишь от них то, что не противоречит собственной картины мира. Так и запутываешься. Вторая ошибка – вовлечение в конфликт игру через принятие одной из сторон. Мудрый буддаист тем и отличается от глупого бывателя, что выслушивает обе стороны и вычленяет из их информации ключевые детали. А клупец сразу встает на чью-то сторону. Так работает пропаганда. Так множатся заблуждений и рождаются сплетни. Мудрец стоит над сценой и созерцает спектакли и поединки. Мудрость не приходит сразу. Миллион паразитов нужно извлечь из своего сознания прежде. Иногда кажется, что процесс этот бесконечен и цель недостижима. Возможно. Но это не значит, что идти к мудрости – пустое занятие. Совсем наоборот. Это одно из самых лучших занятий в мире. Хотя и одно из самых болезненных. Я желаю всем мудрости, терпения и настойчивости в поиске здравого смысла. Небольшое дополнение к предыдущему посту от практикующего буддаиста. Мудрец также может находиться и за кулисами сцены. Выглядывать незаметно. Матрица вездесущая. Если смотреть с точки зрения тех, кто в ней пребывает, человек по сути раб идей и концепций. Своих или чужих не имеет значения. Важно то, что часто принимая некую идею всей душой, реагируя на нее эмоционально, человек вскоре заболевает ею и перестает воспринимать этот мир с точки зрения наблюдателя, становясь участником спектакля. И вот мы видим уверовавших в массу идей, начиная от культов поклонения, заканчивая мечтой о желаемой форме реализации иллюзий. Скажем так, есть программа под названием «Стоило» и это черный ящик для нас. На входе чистое сознание, на выходе сознание порабощенное. Где-то внутри этого ящика существует куча промежуточных состояний. Опять же, неважно, какие это состояния. Имеет смысл понимать, что на каком языке программирования не была бы написана эта программа, кем и когда она остается программой «Стоило». И входить в этот черный ящик, или выходить из него дело индивидуально, ящиков таких великое множество. Главная ловушка – выбор между ними. Когда видишь, что тебе предлагают выбор, в какое «Стоило» встать, помни, что кроме «Стоило» есть еще внематричное «Я». Опирайся на него. Мир – это некоторая степень упорядоченности хаоса. Матрица – структурированное образование, черные ящики в мире. Испытывая соблант погрузиться в любой из них, не забывай, что лучше быть наблюдателем сверху или за кулис, иначе только время потеряешь. Мир – нашим «Я». Глава 57. Язык, этика и этикет – это системы понятий и мемов. Системы имеют свойство меняться. Живая система претерпевает изменения, растянутые во времени. Точно так же, как язык, меняется и этикет. Главный критерий буддаистического этикета – рациональность, максимальный уровень удобства себя и окружающих. Главное в этике буддаиста – не причинять вреда окружающим и не платить энтропию, беспорядок вокруг себя. Упорядочение ради всеобщего комфорта может быть отличным критерием одобрения и отклонения поступка. Все остальное явление эгоистическое и подлежит взвешиванию прежде, чем быть реализованным. Если что-то выступает в классическом этикете с отрицательным знаком, но при этом повышает общую степень комфорта или избавляет от страданий окружающих, это приемлемо и предпочтительно. К примеру, здороваться зимним рукопожатием, не снимая перчатки на улице зимой. Не приветствуется с точки зрения кадонистического этикета, но буддаистический этикет в заботе о здоровье приветствует. Тактичность – это нечто врожденное, вежливость – то, чему учиться. Скажем так, чувство такта – это скорее когда и почему, а вежливость – как. Старый анекдот о разнице между вежливостью и тактичностью. Вежливый человек, нечтенно открыв дверь в ванную, где моется дама, скажет «Простите, мадам» и закроет дверь. Тактичный же скажет «Простите, месье», подчеркивая, что не узнал даму и даже не разобрал, мужчина это или женщина. Вежливость без такта неискреннее. Тактичность – это забота об ощущениях и чувствах окружающих. Вежливость – техника безопасности, написанная кровью, как и любая техника безопасности. Какой истинный смысл техники безопасности, если не забота о самочувствии? Например, без так наговорить намеками в присутствии непосвященных в тайну. Или того хуже – шептаться, загадочно переглядываться и демонстрировать превосходство и знание секрета. Тайны обсуждаются с другими, посвященными, без свидетелей, которые будут чувствовать себя лишними. Так будет тактично, вежливо и гораздо конфиденциальнее. То, что публично, уже не лично. Разумеется, что тактичность существует со светской этикой. Они идут рука об руку. Бутаист стремится быть тактичным, заботясь о чувствах окружающих. Однако, если это невозможно, следует, как и всегда, действовать с подобающей осознанностью. Пускай, Строллинг, помни о карме, чтобы выразить наивысшую степень почтения, Бутаист скажет. Ваша ясность тому, кого Бутаист считает крайне осознанным, сказать так будет весьма к месту. Ом. Пусть в жизни каждого из нас будет больше тактичных, осознанных и вежливых людей. Глава 58. Обычно человек осознает силу момента тогда, когда событие уже в прошлом. Каждую секунду своей жизни стараясь осознавать текущий момент. Мы знаем и понимаем, как важно совершать постоянный самоконтроль над собой. Вместе с тем полагаем, что контролируя окружающих, при этом не контролируя себя, придем к желаемому результату. Однако, это иллюзия. Контролировать нужно прежде всего себя. Это получается далеко не всегда. Даже когда знаешь, что что-то делать не нужно, все равно делаешь, потому что нет контроля на 100% всего времени жизни и каждого ее мгновения. Нет полного всецелостного сознания. Поэтому и настроение портится. Страх наступает на пятки и гнет поглощает. В их присутствии нет контроля над собой. Нельзя прощать себе дурное настроение и собственный гнев. Можно и нужно прощать окружающим, но себе ни в коем случае нельзя. Только полное самообладание откроет двери к дальнейшей работе с осознанием на пути к просветлению. Никаких поблажек себе. Окружающая реальность – зеркало наших мыслей и ощущений. К сожалению, на какой бы ступени развития мы ни были, склонны забывать это на время. Жить с этим навыком лучше, чем без него. Факт. Однако, стоит раз и навсегда отказаться от мысли, что ты у цели, так как всегда есть к чему стремиться. Я желаю каждому из нас избавиться от неконтролируемых проявлений бессознательного. Наилучшим образом освоить технику слежения за собой, чтобы не совершать ошибок. Когда искореняешь из себя гнев, недовольство и прочие разрушающие, разъедающие сознание и эмоции становятся чище. И мир становится чище, как минимум вокруг себя. Мир вашим домам. Ом. Вместо заключения. Практически все, что на данный момент записано мной, в телеграм-канале Буддаизм, изложено здесь. Надеюсь, дальнейшее развитие концепции не застопорится. Связывайтесь со мной в доме Буддаизма или по электронной почте. Мои ресурсы Электронная почта Кутнев, собака, яху, точка, ком Твиттер, Кутнев, Инстаграм, Кутнев. Всем добра и мира. Книгу Азвучивал Иван Балтиков Азвучивал Иван Балтиков Азвучивал Иван Балтиков